Дорогие друзья! В преддверии знаменательной даты к 75-летию Великой Победы наша школа работает над проектом «Мы правнуки Великой Победы». Мы тоже принимаем в этом участие. В ходе работы мы узнали о конкурсе. Спасибо маленькому герою. Сегодня в нашем современном мире очевидцев тех страшно долгих лет становится все меньше и меньше. И мы смогли отыскать вешеную Альбину Федоровну, свидетеля тех страшных лет. И мы смогли с ней провести видеомост. Уважаемая Альбина Федоровна, скажите, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война? Когда началась Великая Отечественная война, мне был седьмой год. В марте мне исполнилось 6 лет. В семье нас было 5 человек детей. Старшему в это время было 10 лет. Хорошо ли вы помните тот момент, когда началась война? Этот момент забыть невозможно. Надо сказать, что в то время дети взрослели очень рано. И мы были в курсе всех событий. Во-первых, я жила в небольшом городе. Все хорошо очень знали друг друга. И вот это горе, всеобщее горе, как бы охватило сразу всех. Все старались быть вместе, подходили друг к другу. Соседи, даже с соседней улицы. И вот это звучало одно страшное слово. Война, война, война. Вы поняли, что это очень страшное событие? Было ли вам страшно? Конечно, было страшно. Надо сказать, что еще в полной мере я не осознавала. Но вот эта вот всеобщая тревога, она передавалась, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Что-то очень-очень нехорошее. И все боялись прежде всего за своих родителей. Знали, что не сегодня, а завтра они уйдут на фронт. Кто из вашей семьи ушел на фронт? Буквально в первые дни войны папе принесли повестку. Сначала его отправили на сборы. Это один месяц. Переодели в военную форму и отправили на Западный фронт. Он попал на Ленинградский фронт. И был там до конца, пока не сняли блокаду с Ленинграда. Он был зенитчиком. Вот сейчас расчет их был из семи человек. И вот была фотография того времени, где на стволе их зенитки отмечали звездочки, сбитые их расчетом самолеты, которые были сбиты их расчетом. И вот таких самолетов, сбитых ими, было семь самолетов. И до конца 1945 года папа был в Латвии. Уже когда кончилась блокада Ленинграда, их переправили туда, потому что там еще немцев оставалось очень много. Вот до конца Отечественной войны он был там. А в 1945 году, когда война закончилась, их отправили на Восточный фронт, в Японию. И вот он уже до конца, до сентября 1945 года был в Японии, участвовал там в боях, которые там проходили. Но приехал он не сразу. Он приехал где-то в конце сентября, даже в середине октября 1945 года. Через три года, в 1943 году, призвали брата. Он был с 1925 года. И когда ему исполнилось 18 лет, его тоже призвали. Но отправили не на Западный фронт, где шла война, а отправили на Восточный. Потому что Япония в то время грозила нам тоже войной. И нужно было охранять границы. И потом он, уже когда началась война с Японией, он там участвовал в военных действиях. Папа был награжден двумя медалями за отвагу, это приравнивается к ордену, и за боевые заслуги. Ну, в том числе за победу над Германией, за победу над Японией, и орденом Отечественной войны второй степени. С первых дней войны ушел на фронт мой будущий муж. Мы, конечно, не были знакомы, мы жили в разных местах. Я жила в Сибири, он на Кубани. И он попал сразу на Кавказский фронт. Ему не было... он ушел добровольцем. Ему не было и 17 лет. И прошел до Берлина. И когда окончилась война, в 45-м году их дивизию отправили в Чехословакию, потому что там еще оставалось очень много немцев. Вот. И так, что война для него закончилась не в Берлине уже, а в Чехословакии. Хотя он до Берлина дошел. Но вот когда были войны под Берлином, это были ожесточенные бои, немец сопротивлялся из последних сил, несмотря на то, что их оставалось там уже немного. И вот там есть такой город Котлас. Город Котлас. И он со своим взводом, охраняя там какой-то небольшой рубеж, не пустил этих, не пропустил этих немцев. И вот, представляете, ребята, он был удостоен ордена Красной Звезды и сохранил всех, весь личный состав. Ни один солдат у него не погиб. И удостоен почетной грамоти Сталина. В то время это была награда выше всяких наград. Выше всяких орденов. Это почетная грамота у нас до сих пор хранится. Вот ее даже в стенгазете мы отобразили. И Николай Иванович, его имя Николай Иванович, он прослужил, остался в армии, прослужил 30 с лишним лет, 33 года прослужил. Он был инвалидом войны, умер в 98-м году. Уважаемая Альпина Федоровна, расскажите, пожалуйста, как вы жили в эти страшные годы? Конечно, хотелось бы это не вспоминать, как мы жили. Это было очень-очень трудно и тяжело. Мама работала в санитарке, в госпитале. Там тогда не было, что твоя одна смена или вторая, а нужно было быть там, сколько тебе нужно. И мы оставались дома одни и хозяйничали, как могли. Поэтому хлеб, который мы получали, 300 граммов на карточку, были карточки хлебные, один талончик на один день. И эта карточка выдавалась на целый месяц. И вот однажды я ее потеряла. Ну, хорошо, что в конце месяца, а не в начале. И я была такая, вы не представите, я была такая худенькая, бледненькая, беленькая, как одуванчик. И братья старшие меня всегда посылали в магазин, чтобы мне дали хлеб вперед на следующие дни. Ну, продавщица, конечно, делала это неохотно, но все-таки жалеючи меня выдавала. Но потом-то карточки кончались, и есть было совсем нечего. И вот когда только начинала оттаивать земля, мы ходили в ближайшее поле колхозное, самое близкое, которое от нас было, за четыре километра, и собирали мерзлую картошку, и пекли оладьи. Даже вот поэт Решетов написал на эту тему прекрасное стихотворение, или горькое стихотворение. Никогда не забуду, как в годы войны из картошки измерзлой мы пекли деруны. Четыре дня вперед продавщица тетя Зина наши карточки берет. И на хлебную буханку, как на кекс или бисквит, сняв почтительную ушанку, ФЗУшница глядит. Дети атомного века, все ли вы защищены от осколков и довесков нашей памятью войны? Довесок – это вот 300 граммов, но трудно было продавщице рассчитать точно, что этот кусочек будет. И иногда еще получался довесочек. Это было огромное счастье. Его можно было сразу съесть. И не дай Бог, чтобы такое время когда-нибудь, когда-нибудь повторилось. Уважаемая Альбина Федоровна, получается, когда кончилась война, вы были такого же возраста, как и вы. Какие игры были у вас? Какие были игрушки? Игрушек у меня почему-то не было. У нас не было даже книжек. Стыдно сказать про это, но вот не знаю, почему, но не было у нас книжек. Но мое счастье, рядом с нами жили две учительницы. Старые учительницы. И они мне давали сказки. Вот так я познакомилась с великим народным творчеством и с творчеством Андерсена. Я помню, как я плакала, рыдала, когда я дочитывала сказку «Дикие лебеди». Игрушек, повторяю, не было. И мне однажды две у нас были беженки, эвакуированные, их называли. Они были эвакуированы, их называли беженками. Они мне сшили куклу. Красивая кукла по тем временам. И у меня ее украли. Это было страшное горе. Но я знала много уже стихов, знала много песен, и ходила в госпиталь. Мы с классом ходили, я училась. Мы ходили в госпиталь. Я там пела и читала стихи. И раненые мне старались, знали, что как нам трудно живется. Каждый старался мне дать кусочек хлеба, который у них остался. Но мама, работая там, мне строго-настрого приказывала, ни в коем случае ничего у них не брать. Это больные, им надо самим поправляться. Я, конечно, не брала, хотя очень хотелось. Уважаемая Альбина Федоровна, спасибо большое, что уделили нам внимание и рассказали, что такое война. Теперь мы понимаем, какой большой ценой досталась нам нашему народу победа. Позвольте вам прочитать стихотворение, посвященное детям, как вы. Детям, пережившим ту войну, поклониться нужно до земли, в поле, в оккупации, в плену. Продержались, выжили, смогли. Дети, что без детства повзросли, дети, обделенные войной, мы в ту порту осаданиели, но честны перед своей страной. Мертвы мы в недопленных квартирах, дети умирали и в печах. Мы на неуютном, страшном, сыном понесли на слабеньких плечах. Дошу неповерную святую, что в старенье я участник стал. Истин, познавший и простой, каждый на своем посуде стоял. В этот день и горестный, и светлый поклониться от души должны. Мы живым и недожившим детям, той большой и праздникной войны. Мира вам, здоровья, долголетия, доброты, душевного тепла. И пускай нигде на самом свете детство вновь не отберет войну. Конечно, какой ценой досталась победа, пересказать очень трудно. Очень трудно. Не говоря, что погибло 27 миллионов. У нас было великое счастье. Папа вернулся. Брат старший тоже вернулся. У папы было ранение, но как-то легкое такое ранение. Он лежал там неподалеку от передовой линии в госпитале, в полевом госпитале. Быстро его залечили. Но вот это все страшное время, вот этот голод, вот эта тревога. А потом вообще жизнь трудная такая была. И после войны было нисколько не легче, потому что все было разрушено, и нужно было все это восстанавливать. И народ как-то понимал, что вот это важнее, чем в сегодняшний день, чем, допустим, сладкие булочки или там конфеты у тебя появятся. Главное было восстановить, восстановить, восстановить. Такой был лозунг. Вот это было главное. Ребята, я хочу сказать, что, во-первых, большое вам спасибо, что вы помните и хотите узнать о том времени. Конечно, из моего рассказа вы немного узнали. Ну, спасибо вам, что вы вспомнили обо мне. И, конечно, это ни в коем случае забывать нельзя, сколько бы лет не прошло, потому что память – это неизбывно. И вот я сейчас живу в ожидании такого великого праздника, 75-летия Победы. И вот тут с помощью детей моих приготовили мы стен газеты, посвященные нашим солдатам, воевавшим в то время. И я рада, что традиции вот эти у нас продолжаются. Мой внук участвовал в Чечне, в боях. Был в командировке в Дагестане. Вот. Мой правнук долгое время занимался в клубе застава. Я очень этому рада. Мой внук участвовал в клубе застава.